Две государственные целевые программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазии и жилища 2021. Только за 9 месяцев текущего года было одобрено 54 заявления. Квартирного Вопрос какой он? Возможно ли получить жилье по государственной программе? Об этом я вам расскажу сегодня в новом выпуске программы Грани Лжи можно, конечно, спокойно жить. Это счастье. Намного дети радуются, что у них есть свое жилье Это очень трудно, конечно, когда снимаешь. А нам уже легко благодаря этой программе узнал, что у нас уже есть жилье, где жить. И дети радуются. В этом году в нашей стране заработали две государственные целевые программы. Первая программа – это обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазии. И вторая программа – жилище 2021. Начну по порядку. В конце прошлого года данные программы вызвали бурное обсуждение. Многие не верили в то, что в такие сжатые сроки можно реализовать такой непростой квартирный вопрос. Признаюсь, я была в числе тех, кто сомневался, что такие проекты можно воплотить в реальность. Только за 9 месяцев текущего года поступило на рассмотрение более 200 заявлений на получение жилищной площади, и из них 54 семьи получили жилье в собственность. Такие государственные целевые программы за всю послевоенную историю страны приняты впервые. Первая утвержденная программа – это обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазии. О том, какая именно категория граждан попадает под эту программу, рассказал начальник правового отдела труда с занятостью социального обеспечения Ромео Черкезия. С января этого года в комиссии были рассмотрены около 36 заявлений граждан по этой программе, из них с положительным результатом 12 заявлений рассмотрели. Не смогли всех по той причине, что на один год финансирование данной программы составляет 10 миллионов. То есть программа сама утверждена на три года, но и каждый год по 10 миллионов. В эту программу попадают такие категории, как инвалиды первой группы отечественной войны, семья погибших и погибших при исполнении должностных обязанностей, а также четверо и более детей у кого. Первая программа обеспечения жильем отдельной категории граждан – это социально незащищенные граждане, то есть инвалиды тяжелой категории людей, это инвалиды первой группы. То есть они в принципе сами по себе нетрудоспособны, но при этом они без жилья. То есть обязать их к выплате, то есть это как бы не получается. Также семья погибших, так как они все погибли, защищая, выполняя долг перед родиной. И многодетные, многодетные в нашей именно программе – это понятие четверо и более детей. То есть вот этим категориям безвозмездная финансовая помощь в связи с той положением, в которой они сегодня находятся. Для того, чтобы убедиться, что все же это не пустые слова, мы, конечно же, отправились к тем, кто уже приобрел жилье. Астанда Цвижба – многодетная мама, мама пятерых детей. На протяжении 10 лет ей приходилось снимать жилье. К примеру, в Сухуме аренда квартиры обходится от 10 тысяч и выше. Но проблема заключается не только в этом. Многие просто отказываются сдавать жилье, если слышат, что семья с ребенком. А когда слышат, что детей аж пять, разговор заканчивается, так и не начавшись. В этом году семья Астанды попала в программу. И теперь у них своя пятикомнатная квартира. Квартира этой семьи перешла в собственность от государства безвозмездно. Астанды – все, что в «Сухумах стремится» есть в частности. Остань, что это не только в этот город, но и в этот город «Сухумах». Астанды – все, что это не только в «Сухум» –, что ничего не мнения. Тяжело очень было с пяти детьми, им тоже нужно что-то, помимо всего, за жилье давать. Это очень нелегко приходилось нам. С детьми не каждая хозяйка захочет. Мы с трудом находили даже жилье, потому что когда дети слышат, все отказываются. И кое-как мы нашли двухкомнатную, и так и жили, и там тоже нам очень тесно было. Чисто я не ожидала в ближайшее время, но это осуществилось благодаря этой программе. Очень хочу подчеркнуть. Всем спасибо. Те, кто на самом деле забыл и кто на это подписался, очень благодарны. Документы и все как нужно. В принципе, все у меня есть уже. Никаких возвратов с моей стороны. Благодарны очень. Эта программа уже прожилась, в принципе. Она утверждена на три года. На сегодняшний день результаты есть налицо. Результаты есть. Сами граждане обращаются. У них тоже не было, в принципе, надежды. Даже те, которые на сегодняшний момент уже проживают благодаря этой программе в своих живоплощадях, то они изначально когда к нам обращались, они говорят, а у нас есть надежда? Это вообще возможно? Или мы просто, как обычно, 10 лет назад, 15 лет назад сдали бумаги, они до сих пор в разных ведомствах лежат? И нам говорят, это будет завтра, это будет через год и так далее. Но, как показало время, то есть сегодня 54 заявления, 54 уже рассмотрены с положительным результатом. И постепенно, постепенно, с каждым днем эти граждане уже приобретают жилье. Мы выезжаем, проверяем ту же площадь, которую они приобрели, соответствуют ли они всем стандартам, то есть жилая, не жилая. Обязательно все квартиры, купленные нашими заявителями, они должны быть жилыми. Это для того, чтобы, например, если он приобретет нежилую площадь, то он опять начнет обращаться за помощью уже в другой части. Как бы, чтобы вот эти все моменты избежать, то есть он приобретает на территории Абхазии любую жилую площадь. Вторая государственная программа «Жилище-2021». Согласно ее условиям, семьи, получившие финансовую помощь на приобретение жилья, должны вернуть деньги, полученные за покупку дома или квартиры. 30 миллионов рублей в год предусмотрено на реализацию второй программы «Жилище-2021». Вторая программа «Жилище-2021» – государственная целевая программа 2021 года. То есть, опять-таки, она также на три года. Но по этой программе, значит, у нас в категорию входят такие, как инвалиды второй группы Отечественной войны, трое детей, семья с тремя детьми, а также ребенок инвалид на издевении, и дети, которые, дети-сироты. Заявлений по моим программам, в принципе, достаточно. То есть, обращений граждан с каждым днем все больше и больше. Один момент. Сама программа, то есть, как бы, впервые вообще за всю историю нашей страны и заработали две программы, которые занимаются выделением финансовой помощи на приобретение жилья. Как утверждают специалисты, размер ежемесячного погашения суда составляет сумму прожиточного минимума в республике, а это около 7 тысяч рублей. Жилье 2021, значит, там, как бы, критерия, что заявитель, он должен предоставить справку с места работы, потому что им нужно выплачивать, возвращать, чтобы, знаете, как, почему это возврат? То есть, с помощью этих возвратов мы также будем помогать таким же гражданам, таким же участникам нашей программы, которые изначально обратились. То есть, в третьей же категории, они выплачивают таким же, как они, то есть, они опять помогают. За счет их выплат мы также будем финансировать. Еще хочу отметить, что если в семье участников программы родился ребенок, то общая сумма, которую граждане должны вернуть государству, сокращается на 10%. Если это молодая семья, после того, как он стал участником программы, значит, у него родился ребенок, то из той суммы, которая была выделена ему, это минус 10%. То есть, это своего рода опять-таки помощь молодым семьям. В таком виде происходит оплата, и она разбивается, это в зависимости от суммы, на сколько лет. То есть, измесячно он меньше не может, как бы, этой суммы, точнее, а больше, как бы, тоже по желанию самого заявителя. Один из участников второй программы, 20-21, Аркадий Агроба, отец двоих детей. Младший ребенок нуждается в постоянной медицинской помощи. На протяжении долгого времени вынужден был снимать жилье. Обращался в разные станции за помощью, но ответа не получал. Как признается сам Аркадий, он уже и не надеялся на то, что когда-нибудь сможет приобрести собственное жилье. Как и я, и еще сколько людей там невозвратимы и возвратимы, там молодая семья, которая ипотека, и так, и так кому-то платим. Уже 8 лет плачу. Я если даже в кредит взял бы, я уже выкупил бы за 8 лет в любом случае. А так дети в школу ходят, а тот мелкий, вот этот младший, а он с детства в больницу. Как я его взял, вот, потом в больницу попали, потом, короче, и проблемы за проблемами. Сейчас 4 года уже в логопеду ходим, чтобы вот разговаривать очень трудно стало ему. И в итоге ходим в логопеду и 4 года уже хожу, 8 лет ему. Ну, есть улучшения, чуть-чуть видно, что есть, но уже сколько хожу, там по 10 дней она занимается, 10 дней занимается, 10 дней, 20 дней вообще отдыхает ребенок. И в итоге вот так, и вот это все документы, когда собрал, все сдал. И они обсмотрели, там комиссия вышла, там комиссию прошла, как и я, многие прошли комиссию. Молодая семья есть, многодетные есть, инвалиды, все, к чему говорю. Вот это все прошли, вот, и потом месяца 2, вот это после, вот, мы ждали потом, и в итоге сказали, что вот так, вот так документы ему, карантинное письмо возьмете и найдете. Идете потом, как надо документы оформить, и в итоге перечисление сделаем. И все сделали, вот, как видите, вот этот, нашел за 800 тысяч. Делать надо его тоже, ну, этот потихонечку, постепенно, когда уже свое крыша есть, уже ты хочешь, не хочешь, что-то сделаешь, что-то вложишь, в любом случае сделаешь его. А вот так вот это, через программу я попал туда. Естественно, жилищная сама проблема в нашей стране, она, это очень острый вопрос, в принципе. Мы, лично я могу сказать, что я не ожидал, что столько наших граждан сегодня проживает в съемных квартирах, в съемных домах. Поток заявлений колоссальный просто. Учитывая эти все моменты, и финансирование, в принципе, небольшое, то есть небольшое, как это, тот объем финансированный, который мы сегодня, данная программа обладает, она не позволяет рассмотреть все заявления, которые с положительным результатом. Естественно, будут граждане недовольны тем, что мы не смогли, как бы-то, там, своевременно рассмотреть, помочь им. Но, к сожалению, это не от исполнительного органа зависит. Это все зависит от той суммы, в которой мы будем располагать. Прозрачность, она стопроцентная у нас. То есть все выделяемые суммы, все рассмотренные заявления со всеми данными. У нас есть база, которая доступна, в принципе, для любого гражданина. Любой может прийти, узнать, когда дата рассмотрения комиссии, какие заявления рассматривались или будут рассматриваться, какие категории попадают. То есть заявитель, когда уже нам сдает свое заявление со всеми необходимыми перечами бумаг, то он может прослеживать полностью, как бы, от А до Я, то есть куда, когда и что. То есть даже если это отказ, мы это решение комиссии тоже вручаем в руки. Отказ на основании чего? То есть мы ссылаемся только на саму лишь программу, больше ни на что. И вот, как бы, отказ тоже мотивируем. После того, как заявитель уже становится участником программы, он получает соответствующие сертификаты, выписку из протокола, в котором указана сумма, на которую претендует участник. Это говорит о том, что никакие финансы никто не получает на руки. Критерии такие, что ранее заявитель не должен был и не обладал на момент подачи заявления никакой либо жилплощадью на территории Абхазии, а также они должны быть гражданами нашими, гражданами Абхазии. Вот выплата, значит, как происходит? После того, как участник нашей программы приобретает жилплощадь, он вправе сам выбрать себе, где ему удобно, где ему нравится, выбрать себе жилье. После чего он с продавцом заключает договор о купле-продаже. Продавец, в свою очередь, открывает расчетный счет в банке. Копию домового, копию купли-продажи, расчетный счет предоставляет нам. Мы уже, в свою очередь, на имя продавца перечисляем ту сумму, которая указана в договоре купли-продажи. Но сумма не должна превышать той суммы, которая в выписке из протокола, то есть комиссии, которая была решена принята, выделение финансовой помощи, они должны ее превышать. Это один момент. После чего с нашим участником данной программы заключается соглашение. Там все права прописаны. И мы с 2020 года опять-таки возобновляем прием заявлений, прием граждан по всем вышеперечисленным категориям, по обоим программам. Это все. Мы не можем жить, потому что мы не можем сняться. Мы можем сняться. Мы можем сняться. В . 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 Но мы не знаем, что он может быть в инвестиционном состоянии. Мы не знаем, что они, которые мы должны были выбрать. Но мы не знаем, что они не хотят. Мы не знаем, что они не могли ли? Мы не знаем, что они не могли. Мы прошли комиссию, все, и папы за, хахусит, уранащи, а грошизм гозги, сахопши, норари, а к арамца трехвозди гиаса программа, ахцет хунам цхуну, ария ара документы изгонял, а рца трехвозди гири, аса комиссию вахужин гирюйзи гирюйзи гири ги за аларымазд гидумаю, хахопши пиаа лосан, ара патюгиз хуквами ахарея программа просто парафага к арцан виджи, а арчан виджи, а арчан виджи, а арчан Парафага кратув 관anas к афалеи, миллион или миллиарды пиаа виджи, а не обдалд. А арчан виджи раев, а арчан виджи, а арчан виджи, а арчан виджи, а арчан виджи... ...да, я, а арчан виджи, а арчан виджи б Squawод. Громко ой... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok